Новобранец команды Эмин Микаилов уже несколько дней тренируется в новом клубе. По словам футболиста, освоился без особых проблем. До конца этого года он будет играть в Иркутской команде и пытаться вывести ее в восьмерку сильнейших, которая и разыграет призы в высшей лиге. Хорошая команда, перспективная, очень хорошие цели ставят, задачи. Очень интересно попробовать себя в этом. Бороться за плей-офф Ир Айра будет под руководством нового тренера. Сергей Малышев, как игрок, был серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. А после завершения карьеры футболиста начал тренерскую деятельность в родном Сибирике. Сейчас тренер намерен достичь успехов с новой командой. Свою философию он начнет передавать подопечным на ближайших сборах. Их проведут перед продолжением чемпионата. Сборы будут проходить в Саянске. Акцент, конечно же. Фактического действия лучше. Физические кондиции будем подтягивать. Но больше, скорее всего, на голову. Перестановки в клубе, по словам директора Юрия Самусика, напрашивались давно. Сезон коллектив начал под руководством тренера Дмитрия Чугунова. На экваторе турнира команда изменила «Вектор». Все из-за неудовлетворительных результатов. 11 место в чемпионате не соответствует амбициям клуба. Также в коллектив пришли еще два новичка. Это Роман Адамов и Евгений Уткин. С ними тоже заключили контракт до конца сезона. Игроки довольно-таки известные. Все со школой. Именно новосибирский воспитанник сибиряка. Роман Адамов очень много лет играет в высшей лиге. То есть он неоднократно был призером страны. Евгений Уткин, может быть, чуть менее известен. Но он себе имя сделал в команде «Северная Двина». Борьбу за попадание в число сильнейших «Ир Айра» начнет 28 января. В этот день подопечные Сергея Малышева в Екатеринбурге проведут сразу три встречи. Иван Губин, Александр Гаврилов и Юрий Рябчиков. Новости сейчас.